Актуальное интервью Междунационального агентства социальных коммуникаций Ирина Голанова и декан юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Амосова Рум Румович Ушницкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Вы у нас прилетели с особой миссией. Вы участвуете в круглом столе. Межнациональный диалог. И знаю, что приготовили доклады. Но прежде чем мы этот вопрос затронем, хотела к Рум Румовичу обратиться. Вы у нас впервые в Ниньском округе. Успели уже что-то посмотреть? Да, я был на чудесной экскурсии в Краеведческом музее. Мне его представили как Алексей. Очень тютный экскурс. А вот очень со знанием дела. Все это меня познакомило со всеми необходимой информацией о Ниньском округе. Ирина Владимировна, вы у нас не первый раз. Я не первый раз. И я сюда приезжаю с чувством особого нежности и теплоты, потому как мой дед Столиру Василий Карпович освобождал Заполярье и имеет награду, медаль за освобождение Советского Заполярья. Это очень приятно. Расскажите, с какими докладами будете выступать? Почему именно вот эту тему выбрали? Дело в том, что наша страна очень многонациональна, многоконфессиональна. И для того, чтобы разрушить большое, нужно настроить части против себя. И межнациональный диалог – это то, что может противостоять внешним угрозам. Ибо сказано, горе тому дому, который разделится внутри себя, он не устоит вовсе. И здесь сейчас очень важно найти баланс, золотое сечение, золотую середину между личным, родовым и общественным, общим. И вот как это найти? Как сохранять свое, не потерявшись в большом глобальном мире? И в то же время, как не уйти в анклав? Как не превратиться в закрытую Конституцию? Мы будем говорить, будем искать пути решения и думаем, что наши участники смогут найти достойные выходы, достойные решения. Спасибо большое, Румович. Вы что приготовили для наших слушателей, участников круглого стола? Сферой моих научных интересов в том числе является Арктика, правовое регулирование в Арктике. Мы в Якутии этим очень активно занимаемся и чувствуем, что эта тема интересует не только ученых-юристов, но и в первую очередь людей на местах. Я цивилист, кандидат юридических наук, заведовал кафедрой гражданского права, сейчас декан юридического факультета. Но как ученый я являюсь и причисляю себя к специалистам науки гражданского права. Тут у нас в науке сложилась такая традиция, что право, оно гражданское для всех. Нет территорий гражданского права. Но мои исследования отношений в арктических территориях привели к выводам, о которых я хочу рассказать. К выводам о том, что условия Арктики, даже такое вот консервативное право, как гражданское, должно учитывать. Учитывать, в том числе, когда речь идет о регулировании корпоративных отношений, отношений правопользования и других вечных прав на земельные участки. Вопросы, связанные с определением размера убытков и так далее. Все это находится на актуальной повестке и законодательных органов. Поэтому, я думаю, участники Круглого стола будут заинтересованы в обсуждении этих вопросов. Ирина Владимировна, когда была создана организация Совета Ассамблеи народов России? Смотрите, сама Ассамблея, Совет был создан вместе с Ассамблеей. Организация отпраздновала уже юбилей. Это одна из старейших организаций. А если мы берем организации, которая объединяет все национальности, это единственная первая такая организация, в рамках которой можно договориться тем, кто на других площадках договориться не может. И она объединяет и общественные организации, общественных деятелей, и, безусловно, науку. Не зря мы здесь вдвоем будем принимать участие в Круглом столе. Можете рассказать какие-то хорошие примеры работы Ассамблеи народов России? Какие-то проекты, может быть, которые были направлены? Вы знаете, да, Ассамблея развивается, тоже проходил вот этот путь становления, поиска себя, поиска ответа на те вызовы, которые есть. Представители науки и государства, они связаны определенными бюрократическими нормами. А кто самый первый оказывается на острие нового и создания нового? Это, конечно, общественные организации и люди, активисты, неравнодушные люди. Те, которые связаны с самым первичным уровнем приема гостей. Вот приезжает мигрант, он же не в пустоту приезжает, он приезжает, как правило, к кому-то из знакомых. И, соответственно, от этих знакомых зависит, как настроить человека. В одном из городов очень мощная организация Ассамблеи народов России. Всех, кто приезжает, они собирают совет старейших, именно этого народа и всех остальных, и говорят, это русский регион, Тула – это русский город, здесь вот такие правила, мы живем хорошо. Поэтому будь любезен, соблюдая эти правила. И вот эта норма, как относиться к приезжим, как реагировать коренным жителям на приезжих. А в Калининграде прекрасный проект, который тиражирует Ассамблея, он называется «А у нас принято так». В какой-то момент возник конфликт культур, потому как люди определенных на определенной национальности, на рынке, вели себя с точки зрения калининградцев неподобающим образом. А потом просто выяснилось, что у них в родном языке нет слова «вы». То есть когда обращаются к человеку на «ты», это не хотят его оскорбить или унизить. Просто очень тяжело говорить «вы», если в языке, в родном такого слова нет. И плюс ко всему, в прошлом году запустили очень большую программу «Этник», то есть «Этнический ник». Как позиционировать свою организацию правильно, грамотно, как подавать, как создавать эти проекты. Очень большая школа идет, школа этноблогеров. И проще залезть на сайт и посмотреть, потому что программ проектов очень много, аккумулируется лучший опыт, в том числе в Якутии тоже часто бываем. В Якутии одна из старейших и сильнейших ассамблей, да, вот этих народов России. И вот буквально вернемся, и 13-го числа будет заседание, посвященное юбилею. И это очень трогательно, когда каждое подразделение, которое занимается межнациональным миром, которое ищет пути увязывания своего родного и общего нашего дома, это очень ценно и очень важно. И хочется поддержать те ростки. Я надеюсь, что я привезу в Москву новые инициативы, которые родятся здесь. Да, будем надеяться. Рома Ромович, а как в вашем регионе действует Ассамблея народов России? Можете рассказать какие-нибудь интересные проекты, как работает? В силу своих, так скажем, достаточно, может быть, узких интересов. Я подробно не знаком с работой Ассамблеи, но знаю зато ее руководителя. Нас там в республике, это Александр Подголов, он друг мой еще с комсомольских времен. И мы буквально месяц назад на телевидении Якутии выступали буквально друг за другом и как раз общались, разговаривали. Я знаю, что Ассамблея очень хорошо себя зарекомендовала. Это старейшая действительно общественная организация. и является одним из, так скажем, центров, где вопросы межнационального общения действительно обсуждаются, действительно предлагаются пути для выхода. Вы знаете, наверное, слышали, что в Якутии были очень серьезные, в том числе и на почве межнациональных отношений, события, которые вылились даже в митинги и так далее. Вот пример, который вы рассказали о Туле. Надеюсь, он у нас тоже каким-то образом там... Есть общение, но общение идет на уровне, так скажем, самых активных представителей тех же мигрантов и так далее. А вот простые люди-то, они же телевизор не смотрят. Они, несмотря на все это, творят иногда очень плохие дела, за которые потом уже ответственность несет вся диаспора. Вот это плохое явление. Надо отметить, что к мигрантам у нас все равно неоднозначное отношение. Работа в этом направлении ведется с ассамблеей? Конечно. В этом году золотую медаль получил проект Воронежского отделения. Конкурс назывался «Лидер НКО». Можно посмотреть, потому что там все проекты были достойны. И это системная работа, которая должна увязывать и общественные инициативы, безусловно. Потому как сначала, я же говорю, человек приезжает к кому-то, он не приезжает в пустоту. Кто-то его пригласил, кто-то ему организовал крышу над головой. И, безусловно, нужно соблюдать законы. И здесь нужно разделять два потока. Внутренняя миграция, потому что у нас страна большая, у нас много этносов, и внешняя миграция. Вот люди иногда путают, основываясь на каких-то внешних отличиях, они путают внутренних мигрантов и внешних мигрантов. Внутренние – это граждане России, поэтому здесь тоже есть нюансы. Конечно, нужно заниматься просветительской работой. И с точки зрения юридических прав и обязанностей, потому что приезжает человек, у него есть права. Нужно научить его пользоваться этими правами. Но у него есть обязанности, он должен научиться эти обязанности выполнять. И в то же время есть социокультурное пространство. И здесь только два выбора. Первый – хороший, позитивный сценарий. И второй, к сожалению, вот то, о чем говорили. И здесь нужно, опять-таки, объединение и бизнеса, потому как мигрант, он же приезжает на работу. Он же не приезжает просто посмотреть на полярное замечательное сияние. Он приезжает на работу. Поэтому без взаимодействия бизнеса, власти и общественности мы можем пропустить вот это острие удара. А если и бизнес, и власть, и общество работают вместе и слаженно, то тогда есть возможности. А, первое – общественникам быстро придумать и выдвинуть инициативы, как решать ту или иную проблему, связанную с тем или иным этносом, приезжающим на территорию. И в то же время власть должна норму восстанавливающую принять документы, которые позволят регламентировать подобные ситуации и недопущение перерастания в какие-то острые ситуации. А в России самые благоприятные районы с точки зрения спокойной, межнациональной ситуации – это какие? Сахалин. Сахалин. Там островная культура. То есть они как государство в государстве, не обособленные. Они себя ощущают вот таким форпостом России, там начинается новый день нашей большой родины, и они себя вот ощущают таким просто краеугольным камнем, таким в нашей Российской Федерации. Просто Сахалин изначально был островом с непростой судьбой, и поэтому суровая погода, суровые условия не позволяют задерживаться всему плохому. То есть иначе с острова очень быстро, с островом распрощаешься очень быстро. Здесь всё очень легко. А так, на самом деле, в каждом регионе есть потрясающие находки, и мы делаем всё, чтобы лучшие практики тиражировать. Потому как предугадать всё невозможно. Только по переписи у нас 195 народов, только по переписи, а в мире их гораздо больше. И предусмотреть взаимодействие одного этноса с другим очень сложно. Очень понравилось выступление одного из руководителей регионального отделения по национальности. Он на армянину сказал, здесь Россия, законы России. Если хотите решать какие-то свои такие межнациональные распри, пожалуйста, уезжайте к себе, и там их решайте. Здесь должны действовать законы России. И вот это очень важно понимать, что верховенство закона позволяет нам избегать очень многих острых ситуаций. И, конечно же, бизнес ответственен за тех, кого он приглашает. Вы наверняка проводите какие-то масштабные мероприятия, форумы, акции. Расскажите о самых таких значимых, масштабных. Ну вот сейчас самое значимое, наверное, самое такое трогательное, это в преддверии победы. Мы хотим вернуть память нашим детям и внукам страна была большая. Дело производства в стране велось на русском языке во время Великой Отечественной войны в том числе. И списки безвозвратных потерь, и наградные листы, они все на русском языке. И они все в рукописном виде. Большую работу провело Министерство обороны. Есть два сайта, я хочу обратиться к слушателям. Посмотрите, с кем рядом плечо к плечу стояли ваши деды и прадеды. С кем вместе они превозмогали страшную беду. С кем вместе они победили фашизм. И вы увидите, что это люди разной национальности. Так вот, наша задача через личное обращение к памяти лично каждого эти документы перевести в тексты. А тексты перевести в том числе на языки тех народов, которые уже не являются частью нашей большой советской родины. Теперь это самостоятельное государство. И для того, чтобы мальчик-таджик мог восхититься подвигом деда, нужно, чтобы кто-то это перевел на таджикский язык. А чтобы перевести на таджикский, сначала нужно на русском языке перевести в электронный вид, в электронный документ все эти фотокопии. И этот проект, он, конечно, касается каждого, потому что это братство на бессмертие. Наши деды и прадеды, наши предки, они нам вручили вот это право требовать мира на всей земле своей жизнью, своей кровью, своим подвигом. Вот если мы говорим о таком самом актуальном, у нас же актуальное интервью, вот этот проект, он, наверное, самый актуальный. И, конечно, нужно повышать культурный уровень. Обычно, когда сталкиваешься с чем-то, не бывает конфликта культур, бывает конфликт без культуре, потому что культурный человек, он всегда будет готов сделать шаг назад, чтобы выслушать другого, чтобы понять, прежде чем конфликтовать. И повышая культурный уровень всех нас, всего общества, тем самым мы с вами профилактируем возможные острые моменты. И еще раз вот хочется сказать, сохраняя свое, нужно искать общее, и нужно соблюдать общие правила. Об общих правилах надо договариваться, потому что когда-то этих правил не существовало. Точно так же имущественное право, земельное право, арктическое право, космическое право. Да, виды права, но здесь уже лучше Рубрович расскажет. А проводится ли работа вот с председателями региональных подразделений ассамблеи? Обязательно, это обязательно учеба. У нас очень много сейчас идет программ, на которые приглашаются руководители и активисты всех региональных отделений. Этих учеб много и по линии Ассамблеи народов России, и по линии Молодежной Ассамблеи народов России. Мы россияне. То есть еще молодежная есть, да? Конечно, безусловно. Потому как с молодежью это проще, она более гибкая, она лучше пользуется современными коммуникационными возможностями, в отличие от старшего поколения. И поэтому это и семинары, и конкурсы различные, и фестивали, безусловно, и форумы. То есть все от самых маленьких форматов, но самых действенных. Когда мы выезжаем, как скорая помощь, для разрешения каких-то острых ситуаций, и у нас достаточно высококвалифицированные специалисты, в том числе и по этномедиации. Благодаря ассамблее был создан курс этномедиации, и теперь можно его пройти для того, чтобы не нарушить и не перейти на личности. Потому как, опять же, культурные люди никогда не переходят на личности, никогда не придет в голову к человеку в виде контраргумента предъявлять цвет волос, цвет глаз, разрез глаз, акцент какой-то. И здесь баланс между культурой одного и культурой общей, этому надо учиться. Поэтому огромные просветительские проекты ассамблеи проводятся, их очень много, и они будут продолжаться. Вот я знаю, что ряд грантов президентских был выигран. И что радует? После учебы, по тому, как правильно оформлять проекты, у нас резко возросло количество грантополучателей в регионах. И это очень радует. Значит, люди научили достучаться до небес, и, соответственно, в регионах тоже появились возможности и ресурсы для того, чтобы тиражировать лучшие практики российские и начинать какие-то истории свои, причем от самых маленьких детей и заканчивая старшим поколением. Потому как у старшего поколения еще есть память о дружбе народов. И я говорю об этом понятии без кавычек. Дружба народов немыслима без дружбы людей. И если мы дружим, то, конечно же, мы будем и детей своих воспитывать в этой дружбе. Ведь так же. Если дружат родители, то и детям проще относиться друг к другу с любовью, теплотой, лаской. Ассамблея тоже, да, является грантодателем или нет? Или это только президентские гранты? У ассамблеи мы... Проводится ли конкурс? У нас есть конкурсы, да. Мы помогаем с тем, чтобы региональное отделение, не только региональное отделение, например, в этом году у нас на конкурсе лидеров НКО были заявлены и коммерческие организации, даже индивидуальные предприниматели. Потому как проекты все равно делаются. Что такое некоммерческая организация? Это организация, которая зарабатывает деньги, но тратит их только на уставную деятельность. Вот здесь есть тоже некое недопонимание. И в любом случае, любая деятельность требует ресурсов. Просто очень часто люди путают деньги и ресурс. А деньги это инструмент для покупки ресурсов. Как-то работаете с межнациональными браками? Есть ли какие-то в регионах организации? Да, вы знаете, один из проектов называется «Клуб маленьких послов». Он подразумевает работу с детьми из двуязычных семей. Потому что этот ребенок, он уже по праву рождения посол между культурой мамы и культурой папы. Хочешь, не хочешь. И вот на эти балансы, что должен ребенок знать? Как ему к себе относиться? Вот, кстати, в Якутии тоже возник этот вопрос, потому как большинство людей, им формируют общество, навязывают такое отношение к полукровке. То есть ты и не якут, ты и не русский. А ты кто? И нами было предложено вот этот вот статус посла, посла мира, посла любви. Но для того, чтобы претендовать на этот статус, ты должен хорошо знать и культуру мамы, и культуру папы. То есть нагрузка в два раза больше. Но тогда и возможности у тебя в два раза больше. И, безусловно, в советские времена было очень много межнациональных браков. И, казалось бы, с разрушением такой большой страны это должно пойти на спад. Но мировые тенденции говорят, что и межрасовых, и межнациональных браков становится больше. Соответственно, перед людьми будет стоять задача увязать эти все противоречия и найти оптимальные сценарии. Поэтому тем, кто полюбил, не надо бояться любви. Любви невозможно противостоять, она приходит свыше. А вот воспитывать своих детей в уважении к своим корням можно и нужно. А не проводите какие-то, не знаю, анкетирования? Вот какие браки между кем и кем? Школа, вы знаете. Самые-самые крепкие, да? Между какими национальностями? Ну, итальянцы, русские, понятно, у них крепкие браки. Вы знаете, вот у нас, если брать фамилии, имена, отчества, получается очень дивное соотношение. Когда, например, одна бабушка полька, другая бабушка немка, один дедушка грузин, другой дедушка якут. И страна большая, очень много было комсомольских строек. Люди влюблялись, люди создавали семьи. И потрясающей красоты дети. Потрясающей просто красоты. И в природе есть, из чего выбрать. Но вопрос очень актуальный. И проблема, опять же, она может... Она есть по факту рождения. Вот мы эту проблему уведём в сторону негатива, с унижением человека. Или мы эту проблему воспримем, и из неё сделаем большое красивое дело с радостью для всех, да, с умножением этой силы. Здесь же сценарий только два. Плохой и хороший. Я предлагаю выбирать хороший сценарий, направленный на будущее. Прошлое мы не можем изменить. Ребёнок родился. И это счастье, что в мир пришёл новый человек, у которого большие возможности, по крайней мере, в два раза больше. Хотелось с вами познакомиться поближе. Вот расскажите о своей биографии, Рома Ромович. Вы родились в Якутии, да? Я родился в Якутии. Я как раз представитель той категории, которой говорят полукровки. Нет, мы посолы. Мой отец якут, а мать, она уроженка республики Мариэл. Марийка. Ну вот получился такой вот экземпляр, который считает себя этническим якутом. А Ром – это и якутское, получается, имя? Нет, это аббревиатура 30-х годов. А-а-а. Прошлого столетия. Меня зовут не просто Ром, а Ром Ромович. Всё понятно. То есть в честь отца, родившегося в 30-е годы. Интересно. То есть это будет загадкой. Да, загадкой для нас. А почему выбрали именно вот эту профессию? Юристы. Я изначально шёл по стопам отца. Он у меня был учителем физики, и я тоже готовил себя к тому, чтобы стать физиком. В наши годы это было очень популярно. Я даже участвовал в олимпиадах союзных, которые проводил журнал «Квант», когда это институтом, московским физико-техническим институтом организовывалось. Вот до такого уровня был увлечён. Но по финансовым возможностям я не смог насквозь поступить. А учился, поступил в Якутский госуниверситет. Полгода мне было достаточно, чтобы понять, что из меня учёный не получится. Именно учёный и физик. А учителем я уже не хотел быть. Тогда я и как раз понял, что моя природа должна реализоваться в юриспеданции. Ну всё удалось. Свердловский юридический институт закончил. Немного проработал в органах власти, потом в бизнес-структурах. И буквально третий год после окончания, в 92-м году, я уже стал постоянным работником университета. С тех пор преподаю. А в вашей семье поддерживаются традиции со стороны мамы, со стороны папы? Не, у нас мать была, она как бы убеждённой комсомолкой. Вот Мариэл, представляете себе, что это всё-таки средняя полоса России. Там уже тогда сами они отошли от традиций. А в семье мы якутские традиции всегда соблюдаем. И я тоже считаю, что мы должны их соблюдать. Потому что очень многого вот именно в якутских традициях есть такого, что воспитывают вот как раз у людей работоспособность, ну, желание трудиться, получить именно своим трудом. доброе отношение к людям и так далее. Вот я и студентам своим рассказываю. Вот у нас, поверьте, в Якутии нет, у якутов-то есть, нет сказок про золотую рыбу. Нет сказок про щуку, которая исполняет желание. Вот в этом как-то основная ментальность. С другой стороны, мы вот как раз очень тесно связаны и живём бок о бок с представителями тех наций, которые живут и населяют нашу арктическую территорию. Это Эвенки, Эвены, Талганы, Юкагиры, Чукчи. Вот я уже занимаюсь, ну, став уже учёным, как раз занялся этой темой и сейчас, ну, стараюсь активно её продвигать, ну, именно в области гражданского права. Я думаю, что вот завтра, если у нас получится общение представителями коленных малочисленных народов, то мы, надеюсь, сделаем полезные выводы для того, чтобы дальше продолжать развивать эту тему и, соответственно, добиваться защиты интересов. Здесь у меня вот, знаете, вот такая вот есть ситуация, ну, как бы есть такое, даже вот в своих статьях я писал о том, что иногда Россия, ну, или государство так сильно обнимает вот представителей коленных малочисленных народов, в том числе Севера, Арктики, что они иногда могут и задохнуться иногда в этих объятиях. Патернализм, который традиционно является политикой нашего государства в отношении вот таких вот народов, по-моему, он изжил себя, и пора переходить в партнёрство. При этом, само собой, вот как раз признать за ним будущее, да? Партнёра, партнёра. Конечно, с вами согласна, да. Поднять его на тот уровень. А сейчас патернализм, это что это? Когда старший брат помогает младшему брату, а этого нет. Я вот изучая эти отношения, которые для меня были интересны, отношения в родовое общение, я понял, что мудрости вот у этих народов гораздо больше. Они тысячелетиями живут именно в этих условиях. А вот наше государство вдруг решило как бы помочь, признать их, дать им статус какой-то. А в итоге у нас больше навредило, чем помогло. Вот об этом я думаю, мы завтра будем беседовать, и я буду спрашивать, как всё-таки сейчас общинная форма жизни у них сейчас развивается. И действительно ли государство восприняло это как данность? Или же пытаются каким-то образом подвести под свои лекала? Есть другой вариант, ну, другой проблемой. Это вот уже не просто право. Вот вы правильно говорите, что нужно, закон должен быть превыше всего. Правильно? Дуралекс, цедлекс. Но есть проблема, есть отношение к коренным малочисленным народам. В качестве примера. В сентябре пограничники встретили в окраинах своего посёлка троих оленеводов. Это пограничная зона. У них при себе не оказалось паспорта. Окраина — это 50 километров от села. И что они сделали? Они всех посадили на вертолёт, увезли в город Тикси за многие сотни километров и якобы для установления личности. Далее эти оленеводы были вынуждены добираться до своего села через город Якутск. А это ещё тысячи километров. И это на какие деньги? Да, действительно, пограничник имел право проверить паспорт на пограничных территориях. Имеет право. Должностная инструкция у него такая. А должен ли оленевод, будучи рядом, по сути дела, по своим меркам-то, со своим посёлком, не на своей территории, этот паспорт всегда держать у себя в кармане. Я думаю, завтра вы как раз эти проблемы обсудите, да, Ирина Владимировна? Это задача. На самом деле это задача, которую нужно решить. Возможно ли было, и опять, решать это без пограничников, решать это без оленеводов, силами только каких-то умных голов и экспертов даже международного уровня, это не очень продуктивная история. Надо приглашать тех, кто касается этих проблем на Земле. И по определённым методикам, вот как раз я же здесь как представитель Национального агентства социальных коммуникаций, это разработки наших учёных, это наши разработки, которые позволяют в групповой динамике очень быстро прийти к согласию и, самое главное, принять ответственность за принятые решения. Это очень важно, потому как иногда приезжаешь в острую ситуацию, возникает на месте какой-то кризис в межнациональных, якобы, отношениях. Приезжаешь и видишь, идёт обвинение власти. Власть плохая, мой проект гениальный, плохие власти мне не дают денег. Начинаешь разбираться, выясняется, что этот проект нужен только трем человекам, а на территории живут сотни человек. И есть технологии, которые позволяют учесть мнение каждого. И тогда люди переоценивают и самих себя, и значимость своих проектов, и готовы интегрироваться в общее будущее. Моё предложение всегда смотреть завтра не из сегодня, а из послезавтра. А что будет? Вот мы сейчас это сделаем, а дальше-то как? И если дальше будет хорошее, то, наверное, надо делать хорошее. Да, будем стараться. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Но в честь нашей встречи хочу сделать вам подарок. Это программа Тинь Ивана, выпуск программы о ненецкой культуре. Посмотрите, очень красивая у нас программа. И ещё фильм в условиях военного времени. Этот документальный фильм о трудовом подвиге в годы Великой Отечественной войны. Это очень ценно, и это ляжет вот в тот проект «Братство на бессмертие», который, я надеюсь, очень примет участие и жители Заполярья. Спасибо большое. Приезжайте к нам вновь. Будем ждать вас в студии. Всегда с радостью. Всего хорошего. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». С вами была Любовь Пермякова. Встретимся в эфире. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok